с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 13 апреля в россии отмечается день мецената и благотворителя этот день приурочен ко дню рождения римского аристократа гая цельняя мецената покровителя художников артистов и музыкантов и напоминает нам этот день о любви и добре милосердии справедливости заботе о ближнем и помощи нуждающимся сегодня тайский новый год сонг кран крупнейший общенациональный праздник который проходит с 13 по 15 апреля в эти дни когда на улице стоит неимоверная жара тайцы обливают друг друга водой надевают цветочные гирлянды и раскрашивают лица во все цвета радуги в последний день на улице выносится статуя будды столь же усердно поливаемая водой сегодня всемирный день рок-н-ролла правда неофициальный между поклонниками до сих пор идет спор связаны с дата исполнения хита американцам биллом хэйли rock around the clock что в переводе означает рок круглые сутки одни считают что хит появился 12 апреля 54 другие что 13 апреля в любом случае рок-н-ролл это новый образ жизни способ самовыражения вызов устоявшимся традициям рок-н-ролл еще жив в этот день появились на свет в 1519 году екатерина медичи королева франции жена генриха второго мать троих королей франции франциска второго карла девятого генриха третьего в детстве ее звали дитя смерти потому что мать скончалась от родильной горячки а отец погиб несколькими днями позже при дворе ее звали купчиха и намекая на отсутствие дворянского происхождения подданные же именовали просто королева смерти так как период ее правления ознаменовался кровопролитиями и распрями 1743 год день рождения томаса джефферсона американского просветителя третьего президента сша автора проекта декларации независимости северной америки он стоял у истоков основания университета вирджинии 1771 год день рождения ричарда треветика английского инженера и изобретателя он придумал безрельсовую паровую повозку это первый паровоз для рельсового пути 1842 году родился федор плевако известный русский юрист адвокат выступал защитником бедных на крупных политических процессах а в 1883 родился демьян бедный русский советский поэт сторонник режима советской власти жил между прочим в самом кремле и за глаза его называли вельможи его роль в советское время нельзя недооценивать он был очень популярен благодаря особому стилю своего творчества народному понятному ну и темам которые обозначались во время революции 1905 1907 годов он говорят продолжил традиции некрасова рассказывая о народе о трудностях его судьбы обвиняя в этом барство и господ вот например за правду распинаюсь я уж много-много лет и за словечко каждая готов держать ответ написано подписано читай меня суди любовь и злая ненависть спалились в моей груди 1940 год день рождения французского скрипача дирижера и композитора а зовут его владимир космо известны нам по многим замечательным мелодиям из французских художественных фильмов 1948 году родился михаил шуфутинский советский американский и российский певец в 1952 году участник группы машина времени александр кутиков а в 1955 году ирина хакомада политический деятель также в 1963 году родился гарри каспаров 13 чемпион мира по шахматам а в 1973 российский рок-музыкант актер лидер группы ленинград сергей шнуров год 1975 и в этот мир приходит российская фигуристка чемпионка мира олимпийских игр в танцах на льду татьяна маска об истории этого дня 1605 год смерть бориса годунова и воцарение его сына федора 16-летний юноша принимал присягу вместе с матерью юный царь был свергнут и вместе с мамой и сестрой спустя семь недель от начала правления отправлен из дворца в подворье годуновых позже их убивают крепкий и сильный федор оказал сопротивление убийцам которые вчетвером едва справились с ним официально было объявлено что федора его мать отравились однако их тела выставленные на всеобщее обозрение имели следы насильственной смерти 1902 год петербурге проводятся испытания первого в россии троллейбуса 1941 год в москве подписывается пакт о нейтралитете между ссср и японии стороны обязались поддерживать мирные и дружественные отношения взаимно уважать территориальную целостность но в августе 45-го после отказа японии принять требования сша англии китай капитуляции ссср официально объявляет что принимает предложение союзников и считает себя в состоянии войны с японии и последнее в 1922 году рев военсовет республики на красноармейском значке как карди в виде красной звезды заменил плуг и молот на серп и молот как говорилось в приказе наркомата красная звезда символизирует революционную борьбу трудящихся за освобождение от голода войны нищеты рабства является символом рабоче-крестьянской советской власти пять ее лучей означают интернациональную солидарность трудящихся пяти частей света а серп и молот союз рабочего класса и трудового крестьянства поначалу эта звезда была геометрической формы и больше похоже на морскую звезду или цветок а вся символика и и толкования были явно позаимствованы у масонов как считают некоторые историки до сегодняшнего дня существует несколько версий появления этого советского символа некоторые считают что это отсылка к событиям великой французской революции если другая версия красная звезда в тогдашней россии не столько имела революционный смысл сколько традиционно ассоциировалась с 4 планетой солнечной системы марсом а его считали богом войны как бы там ни было но после великой отечественной красная звезда для всех нас носит один из самых главных смыслов память с вами был николай пивненко в проекте дата